Робот В пространстве как летучая мышь при помощи ультразвука. Он должен выбрать самый короткий путь. Задание не самое простое для девятилетних программистов, но они справились. На соревнованиях в Москве лепецкий робот приехал к финишу десятым. И этот результат считается неплохим. Это как раз то современное направление, которое им нравится. Потому что не секрет, что многие дисциплины сейчас уходят на второй план или становятся неинтересны ребятам. А здесь мы видим с горящими глазами ребята и считают. Это математика на калькуляторе, даже не зная те формулы. И знакомятся с основными законами физики, сами того не подозревая. Робототехники в Липецке стали учить полгода назад. В центре занимаются около ста детей. Новички собирают роботы из специального набора, в котором используются новейшие технологии в области робототехники. Есть и двигатели, и дополнительные датчики, и сенсоры. Потом переходят к программированию. И тут самая простая команда для робота двигаться к хозяину по хлопку поражает их воображение. И их уже не остановить. Ребят, по очереди. Родители уверены, что их дети – будущие инженеры, которые будут решать сложные технические задачи. А ребята мыслят более прагматично. Они хотят, чтобы это за них делали роботы-помощники. Если я куда-то уйду, он там в кабинете будет сидеть и охранять. Если он увидит кого-то, определит и скажет не входить. У руководителей центра более конкретные планы – провести соревнования по робототехнике в Липецке, а потом и среди школьников из соседних регионов. Желающих заниматься этим становится все больше. Потому задача максимум – ввести предмет робототехника в школьную программу. Наталья Тюрьна, Тимофей Астахов, ТВК Новости. Субтитры создавал DimaTorzok